Радио «Радио» В нашей студии встретилась Белла Джозаева. Доброе утро всем, доброе утро, Умар. Я рада приветствовать тебя сегодня у нас в гостях. У вас сегодня профессиональный праздник. Вернее, у нас мы с тобой коллеги. Сегодня день радио, с чем я от души тебя поздравляю. Значит, я знаю, что в нашей радиоситке произошли кое-какие изменения. Хотелось бы узнать, какие подробности из первых уст, как говорится. Белла, привет. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы по привычке, хочется сказать, радиослушатели. Спасибо за поздравление было. Что касается нашей сетки. Первое, о чем мы всегда говорим, точнее, в последнее время, это то, что мы перешли на более высокий FM-диапазон. Это 91,2 в Черкесске. Раньше была ультракороткая волна, 77 и 110 МГц. То есть это не все могли слышать, нас поймать. Сегодня такая возможность есть. Вы можете поймать нас на любом приемнике, в машине, будь то автомобильная магнитола, где-то дома, в составе мультиплекса на вот эти 20 каналов, которые введены аналоговое цифровое вещание. И плюс есть небольшая, наверное, доработка. Раньше в некоторых населенных пунктах, ну и, видимо, из-за географического расположения, были проблемы с приемом сигнала радиороссии. Сегодня эта проблема решена. И все, что нужно знать нашим слушателям, это просто найти волну, которая есть в каждом населенном пункте. То есть где-то здесь мы, например, в Черкесске мы ловим 91,2, в Карачаевске это будет другой чуть-чуть FM-диапазон. Но, тем не менее, мы стали намного ближе. Просто настроиться. Да, просто нужно настроить. Для этого есть и ролик в Инстаграме, в Вестях Карачаева, Черкесии. Там можно посмотреть, какая волна в каком населенном пункте. И вы смело можете в любое время слушать радиороссии, своих приемников. Это прекрасно. Люди, которые живут в селах, как правило, старшее поколение, они обожают радио. И все это неправда, что люди не слушают радио. Я в это никогда не поверю. Потому что это для них фон. Это для них какая-то своя жизнь. Но успех любого дела, Умар, мы с тобой знаем, и все, наверное, знают, это коллектив. У вас такой сплоченный коллектив, дружный, на мой взгляд. Ну, скажи о своих коллегах что-нибудь доброе. Ну, первое, скажу, что, да, действительно, радио для всех фоном всегда. И с институтской скамьи многие говорят, что телевидение нужно смотреть, газету нужно читать, а радио, оно… То есть фоном идет, и все привыкли слушать что-то, музыку, новости и так далее, и своими делами заниматься. Что касается нашего коллектива, это действительно повод для гордости, потому что мы, когда говорим о многонациональности нашей республики, о ее составе, здесь мы занимаем второе место по стране, потому что в этом плане Дагестан больше нас вещает, а потом уже мы на пяти языках народов Карачаева-Черкесской республики. Что касается коллектива, сегодня в каждой редакции работает по два человека. Это профессионалы своего дела, они работают не первый год. Как мы раньше привыкли, мы, когда писали, делали материалы о ветеранах радио, мы всегда говорили, что у этих людей в трудовой книжке одна всего лишь записи. Это дом радио, грубо говоря, а так работа на радио. И вот многие из них, они пришли, остались на радио, они работают. Я могу сказать, что коллектив действительно подобран очень удобно, очень замечательно. Все эти люди настолько привыкли к этому дому радио, который стал вторым домом для нас, к той работе, к своим слушателям. Ну, это дорогого стоит. Я полностью с тобой согласна. Даже вот со стороны это видно, насколько люди любят эту работу, насколько они преданы ей. Я желаю, чтобы еще долгие-долгие годы ваши слушатели были верны вам, а вы им. Благодарю тебя за участие в нашей программе. С праздником вас! Спасибо, Белла. И всех наших коллег поздравляю тоже с праздником. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит выпуск Вестей Северный Кавказ. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Чавыча, семга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 4 по 9 мая. Город Черкесск. Дом предпринимателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова